Здравствуйте! Это видео про уникальные научные открытия, технологии, механику 18-го и 19-го века. Вы, конечно, все слышали про Кулибина. Его фамилия стала нарицанием. То есть, мол, человек с золотыми руками, гениальный изобретатель, новатор Кулибин. Но я полагаю, что никто из вас не слышал про гениальнейшего изобретателя Шамширенкова, который ещё до Кулибина совершил, ну, можно сказать, научную революцию во многом. Вы услышите и про первую паровую турбину, и про первую электросварку, первую подводную лодку, и про первый автомобиль, который был создан ещё при Елизавете Петровне, дочери Петра Первого, и про первую электрическую лампочку, к которой Эдисон никакого отношения не имеет, и про многое-многое другое. Итак, приятного прослушивания и прошу эту информацию. Ссылку на это видео передать своим друзьям, близким, знакомым. Это должен знать каждый человек. Сейчас очень много в мире лжи, перевёрнутой с ног на голову информации, подтасовок. Так давайте сбережём и передадим дальше ту правду, истину, которую мы просто обязаны помнить, а которой просто не имеем права забывать, откуда ноги растут, откуда корни растут. Ну, поехали. Итак, гениальные самородки. Где начало всех изобретений? Оно уходит в глубокую старину. Сейчас почти ни одно современное предприятие не обходится без токарного станка. А раньше считали, что это необходимейшее оборудование производства появилось у нас в X веке. Однако такое мнение, как недавно установили советские археологи, было ошибочным. Во время раскопок Староладожского земляного городища в древней новгородской земле есть городок Старая Ладога. В наши дни установлено, что он как минимум на 200-300 лет старше, чем полагали учёные ранее. И уж точно где-то 7-8 века. А неподалёку был когда-то город Словенск, который существовал ещё за столетия до Рюрика. И недаром скандинавы называли Древнюю Русь Гордарикой, то есть страной городов. Так вот, во время раскопок Староладожского земляного городища учёные нашли много бытовых предметов, искусно выточенных на токарном станке. Игральные шашки, шахматные фигурки, прясла. Посуда, найденная в городище, имеет за плечами возраст в 11-12 столетий. Значит, основатели Новгорода, жившие в 8 веке, были заправскими токарями и имели свои токарные инструменты. Русские умельцы задолго до зарубежных техников, изобретателей, придумали многие остроумные механизмы и приспособления. Внимание! Ещё в 1741 году крестьянин Нижегородской губернии Леонтий Шамшуренков предложил идею автомобиля. Над своим устройством Леонтий Шамшуренков работал в тюрьме, куда он попал за то, что выступал против казнократства и произвола чиновников. Из тюрьмы он и послал в Нижегородскую губернскую канцелярию свою челобитную. В ней он писал, что может сделать такую коляску, которая будет бегать без лошади. К необычной челобитной отнеслись настороженно, с недоверием. Дело двигалось медленно. Только через 11 лет чиновники из Петербурга затребовали изобретение в столицу и предложили построить небывалую коляску. Шамшуренков трудился 5 месяцев и, наконец, построил четырёхколёсную самобеглую коляску. Это было в 1752-53 году. Вы можете себе это представить? Так вот, она пробегала большие расстояния и даже брала крутые подъёмы. Тут абсолютно точно, и один человек, мастер-техник, проанализировал, что, конечно, это были супермаховики. То есть, как основа запаса и высвобождение энергии, применялись супермаховики. Ну, как пружины, скажем так, да? Вот. Но дело заглохло из-за косности царских чиновников. Ну, поигрались и забыли. Они не дали талантливому изобретателю возможности закончить свою работу. Тем более, не дали возможность наладить... Ну, конечно, про массовый выпуск тогда бы и речи не шло, но хотя бы для дворян, да? Однако, начинание Шамшуренкова не осталось забыто. Многие передовые люди того времени, и в том числе великий механик Иван Кулибин, продолжили путь к созданию автомобиля. Ну, про то, что Кулибин создал самодвижущуюся коляску, это вы, наверное, слышали. Так вот, самобеглые коляски Шамшуренкова, а затем и в механизмах Кулибина, но уже в 1785 году, на 30-40 лет позже, были впервые применены, внимание, коробка передач, свободный ход и другие устройства, которые используются и в современном автомобилестроении. Выдающийся русский ученый-самоучка Ползунов создал первый в мире универсальный паровой двигатель. Это изобретение на многие десятилетия опередило пути возможного мирового технического прогресса. Им воспользовались прежде всего многие зарубежные механики. Вы знаете, что японцы, например, скупали патенты в свое время, изучали промышленным шпионажем. Ну, не только японцы, но в частности, откуда вот такой научно-технический прогресс? Просто политика государства была правильная, но получали они и кражей изобретений, и покупкой, и просто внедряли. Молодцы в этом смысле. Однако, откуда ноги растут всех практически мировых изобретений? Ну вот слушайте дальше. Уважаемые зрители, небольшая реклама от меня, моей продукции. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа, но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами. А значит, снимает сухость слизистой. И перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос, и горло. Давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео. Ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского академгородка, гель для суставов глубокого проникновения, для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которая лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель-сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналогов в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти 4 видео об этих 5 продуктах я дам вам в описании под этим видео, под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Конечно, и в передовых западных странах также были свои изобретатели. Например, первый паровой автомобиль создал в 1769 году французский инженер Кюньо, а в 1885-87 годах немецкие конструкторы Бенц и Даймлер построили первые автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Но все эти три изобретателя воспользовались многими принципиальными устройствами, механизмами, созданными ранее Шамшуренковым и Кулибиным. Это абсолютный просто факт, хотя бы даже исторически по датам, ну и, конечно, по тому, каким образом эти данные попали за рубеж. Кстати, не исключено, что и некоторые российские чиновники тогда просто продали это за, ну, соответственно, взятки. Своими изобретениями русские механики стремились облегчить утомительный физический труд людей. Иван Кулибин в конце 18 века построил первый в мире водоход, который мог бы заменить бурлаков, тянущих против течения тяжелые баржи. Его водоход испытывали на Неве. Работая двумя огребными колесами, смонтированными на одном валу, самодвижущееся машинное судно могло идти против течения. За рубежом в то время подобных механизмов еще не знали. В 1804 году на Волге состоялось испытание второго водохода Кулибина. На испытании присутствовали крупные правительственные чиновники. Комиссия признала судно обещающим великие выгоды государству. Казалось бы, Кулибин может осуществить свою мечту о постройке судна с паровым двигателем. Но слова авторитетные правительственной комиссии остались словами. Купцы судовладельца не поддержали изобретателя, поскольку им выгоднее было держать бурлаков, которым они платили гроши. Ну, правда, надо сказать, что еще, конечно, по религиозным соображениям, многие, даже вот Гелеровский в моих скитаниях, описывал, что некоторые еще купцы, старообрядцы, ну, считали это бесовским колесом, так сказать, это уже в 1870-х годах. Так что за 70 лет до того понятно, что многие считали это бесовским изобретением, боялись попросту. Ну и понятно, как к этому церковь относилась. Чертежи Кулибинского судна затерялись в министерских канцеляриях, а сам пароход вскоре был продан на слом. Впервые правую машину для движения судна применил американский изобретатель Фултон. В 1807 году, через три года после второго Кулибинского водохода первый был за 25-30 лет до того, он построил деревянный речной пароход Клермонт и успешно провел испытания. А через 8 лет после этого первый пароход появился и в России, то есть в 1815 году. Мы же любим все заимствовать с запада. Его построили в Петербурге, назывался он Елизавета. Это была обыкновенная лодка длиной 18,3 метра с кирпичной трубой и паровой машиной мощностью всего в 4 лошадиных силы. Паровая машина вращала бортовые колеса диаметром 2,4 метра и шириной 2,1 метра со скоростью 8,75 версты в час. Елизавета вышла 3 ноября 2015 года в свой первый рейс из Петербурга в Кронштадт. Весь путь она одолела без малого за 3 часа. Эта скорость теперь кажется черепашей, но тогда это было большим достижением. Хотя еще раз стоит напомнить, что и за 30-40 лет до того уже можно было построить первые пароходы. И, конечно, будь тогда у руля власти Петр, это, конечно, произошло бы. Русские изобретатели первыми в мире задумались над созданием судна, которое могло бы плавать под водой. Еще в 1718 году при Петре I крестьянин Никонов построил так называемое потаенное судно. Испытать его не удалось, оно было первым прообразом в современной подводной лодке. Но первая русская подводная лодка была построена в 1722 году по подобию Никоновского судна. Петр I проявил большой интерес к этой лодке и лично присутствовал при ее испытаниях. Но через три года царь умер, а его чиновники не стали утруждать себя заботами о подводной лодке. Кстати, первый подводный флот, знаете, когда появился в России? При Александре III. Следующая глава задолго до зарубежных механиков. Несмотря на косность царских чиновников, русские механики во многом опередили зарубежных изобретателей. Замечательный русский механик и теплотехник Ползунов впервые создал автоматический поплавковый регулятор, на много лет опередив английского изобретателя УАТА. Идея работы поплавкового регулятора положена в основу всех современных автоматов-регуляторов. В 1813 году алтайский мастер Поликарп Залесов первым в мире создал паровую турбину. В Швеции и Англии такая турбина появилась лишь 75 лет спустя, то есть в 1888 году. К 20-м годам 19-го века относятся к созданию первого русского парового флота. В 1820 году в Николаеве был построен первый пароход для Черного моря, а через 5 лет такой же пароход был спущен на воду в Архангельске. Множились и другие технические новинки. Дорогие друзья, если вы мне благодарны за мои видео, за те знания, которыми я делюсь с вами, за мое время, которое я трачу на создание данных видео, то если уж вы не покупаете мои продукты, товары, приборы, то по крайней мере будьте благодарны настолько, чтобы хотя бы оставить комментарии под этим видео. Ведь большое количество комментариев продвигает ролик в Ютубе. И напишите, какие темы вы хотите, чтобы я осветил своих будущих видео. Русский моряк, капитан дальнего плавания Костович, впервые сконструировал и построил в 1882-1883 годах бензиновый двигатель, предназначенный для воздушного корабля. Этот первый в мире бензиновый мотор хранится теперь в Москве в музее авиации. За границей такие моторы появились значительно позднее. Тогда же, в 1882 году, русский изобретатель Бенардас впервые осуществил способ электрической сварки металлов. Важный вклад в развитие электротехники внес русский изобретатель Далива Добровольский. Он ввел так называемый трехфазный ток, совокупность трех переменных токов, передаваемых по трем проводам. Человечество обязано России и изобретением прибора освещения. Да-да, электрической лампочки накаливания. Ее создателем был выдающийся русский электротехник Александр Николаевич Ладыгин. Кстати, о нем можно найти передачей, в том числе в Ютубе. Начало его изобретательской деятельности было посвящено проектированию летательных аппаратов. Проект одного из них напоминает современный гелиокоптер. Длительная работа по электрооборудованию летательного аппарата привела Ладыгина к изобретению лампочки накаливания, то есть как побочный продукт его главного изобретения. В ней ток накаливал тонкий стержень из ретерного угля, помещенный в стеклянный колпак. Первая такая лампа горела недолго, всего 30-40 минут. Усовершенствовав ее, в частности, выкачив воздух из колпака, Ладыгин увеличил продолжительность горения лампы до 700 тысяч часов. За это изобретение Петербургская академия наук в 1874 году присудила Ладыгину премию. Выдающийся изобретатель намеревался продолжать работу по совершенствованию своей лампы, но отсутствие хорошо оборудованной лаборатории, а главных средств, не дало ему возможности проводить дальнейшие исследования. А тем временем образцы его лампы попали в Америку и заинтересовали известного изобретателя Эдисона. Тот сразу же стал совершенствовать разные элементы ламп и в 1879 году выпустил вакуумную лампу с угольной нитью. Через 11 лет после этого, уже в 1890 году, Александр Николаевич изобрел несколько ламп накаливания с металлической нитью, то есть и это изобретение тоже принадлежит России. Изготовленные им молибденовые и вольфрамовые лампы, то есть два вида ламп таких он создал, демонстрировались на Парижской выставке в 1900 году. Среди многих талантливых русских изобретателей особо почетное место занимает радио, составившее целую эпоху в мировом техническом прогрессе. Создателем этого чуда стал наш великий соотечественник Александр Степанович Попов. Он сконструировал первые в мире радиопередатчики и радиоприемники. 7 мая 1895 года на заседании физического отделения Российской физико-химического общества в Петербургском университете Александр Степанович осуществил первый в мире радиоприем. А 24 мая 1996 года в той же аудитории он провел радиопередачи на расстоянии 250 метров. Летом следующего года Попов успешно осуществил испытания на море. На этот раз удалось установить радиосвязь между берегом и кораблем на расстоянии более 3 километров. Потом дальность радиосвязи между кораблями увеличилась до 5 километров. Радиоперекличку вели корабли Россия, Европа, Африка. Так готовилась будущая беспроволочная связь материков. В 1899 году ученый сделал новое важное изобретение – аппарат для приема радиосигналов на слух с помощью телефонной трубки. В ноябре того же года дальность радиопередач достигла уже 43 километров. Попов блестяще установил связь с кораблем генерал-мирал Апраксин, севшим на миль около острова Гогланд. Изобретение Попова было по достоинству оценено передовыми людьми того времени, деятелями науки и техники. Но не по их вине радио долгое время не находило в России должного развития. В этом повинно было царское правительство, которое не давало средств на усовершенствование распространения великого изобретения. Такое отношение тупых царских министров и чиновников к судьбам открытия и изобретения было типичным и постоянным. Летом 1868 года русский агроном Андрей Романович Власенко демонстрировал на полях Тверской губернии зерноуборку на корню – прообраз современного комбайна. Андрею Романовичу выдали патенты и решили начать фабричное производство этой машины. Но царское правительство не выделило на это цели ни одного рубля. Спустя 11 лет, в 1979 году, подобная машина появилась в Америке, на полях одного из южных штатов. Ее конструкция значительно ступала конструкцией русской машины. Была очень громоздкой и неуклюжей. Эту жнейку-молотилку, названную комбайном, тащили 24 мула, а обслуживала 7 рабочих. Комбайн же был весьма несовершенен, терял много зерна. И тем не менее, царские чиновники склонны были отдать ему предпочтение и не вспоминать о русском изобретении. Такая же судьба постигла изобретение инженера В.Д. Менделеева, сына великого русского ученого-химика Дмитрия Ивановича Менделеева. В 1911 году он спроектировал первый в мире танк. Да-да, еще до англичан. Но проект не был осуществлен, все по тем же причинам, из-за рутинерства министерских чиновников и вековой технической отсталости царской России. Первый советский танк был построен, как известно, в 1920 году, конечно, уже позже англичан и некоторых других стран. На этом данное видео я сейчас завершу. Однако, тут есть главы интересные про советские достижения. Я скажу лишь о нескольких, действительно, таких вехах. Ну, во-первых, изготовление натурального каучука очень дорого. А советский ученый, академик Лебедев, открыл способ получения искусственного каучука из картофельного спирта. Когда об этом, кстати, вот, узнал Эдисон, он написал, «Известие о том, что в Советском Союзе удалось получить синтетический каучук невероятно. И этого никак нельзя сделать. Скажу больше, это сообщение ложь из собственного моего опыта и других ясно, что вряд ли возможно получение синтетического каучука вообще». Вот так. Кстати, первый в мире самолет был построен тоже в нашей стране. Изобретателем его был контр-адмирал Александр Федорович Можайский. Стоит упомянуть еще одно изобретение и теоретические обоснования, относящиеся к 19 веку. Константинов еще в 1853 году выдвинул идею использовать ракеты для полетов. Но наиболее реальный проект реактивных аппаратов разработал в 1881 году революционер-народоволец Кибальчич. Он был настолько уверен в своем деле, что заканчивал проект, сидя в тюрьме за несколько дней до казни. 36 лет пролежал его проект в неизвестности в пыли жандармских архивов. Но его дело было продолжено и Эвальдом, и Циолковским, и другими великими сынами своего отечества. Ну что ж, дорогие друзья, я полагаю, данное видео было вам интересным, познавательным, правда? Но эти изобретения – это не все. Их гораздо больше было, от мала до велика. И если будет интересно, я могу продолжить, сделать видео и уже рассказать подробнее о разных интересных изобретениях в науке и технике. Что стоит в завершении сказать? Вы можете себе представить, до какой степени была совершенно механика, что не имея электричества и двигателя внутреннего сгорания, в 1740-х-50-х годах был создан автомобиль, но который работал на принципах супермаховиков. Это вообще отдельная очень интересная тема, и можно только представить, как могло бы пойти развитие научно-технического прогресса, экологичного, безвредного для окружающей среды, если бы те технологии того времени были бы приняты и совершенствовались бы в дальнейшем. Ну, кто-то скажет, что не только ведь изобретения русских ученых были там, выдающиеся. Да, конечно. Но вы знаете, вот если посмотреть вот эти вехи в любом направлении научно-технического прогресса, везде стоят русские и славянские изобретатели. Тот же Никола Тесла Серп. Конечно, этим не надо выпендриваться, но это надо помнить, и уж тем более не позволять всяким подонкам втаптывать в грязь, голумиться над нашей Родиной. А всем нам стоит, особенно детям, помнить это. Ведь без великого прошлого не будет и великого будущего, особенно если это великое забывать, и особенно если это втаптывать в грязь. А потому втаптывать в грязь нельзя позволить никому, и забывать это тоже нельзя. И пусть это вдохновит новых изобретателей, новых кулибинок на создание во благо своей Родины, новых открытий, новых изобретений, новых достижений. Один момент, дорогие товарищи. Небольшая реклама от меня, но реклама чего? Оздоровительной программы курса от моего товарища Евгения, которого многие знают как Джона Коннора. У меня нет времени на консультации всех желающих, на индивидуальные консультации, хотя я их еще провожу. А вот курс и программа, созданная Евгением, это то, на что у меня так и не дошли руки, и видимо уже не дойдут, из-за колоссальной моей загруженности. И потому я очень рад тому, что он все же сделал эту работу, о которой мне давно говорил, сделал эту работу за меня, взялся и создал эту комплексную программу по очищению организма. Часть мер взяты из моих курсов и программ, часть из методик биохимика и врача Марвова Горшакова-Наганян, часть иных и личных наработок. Данный же курс помогает надежно, мягко и в правильной последовательности избавиться от лишнего веса, у кого он есть, от отеков, паразитов, грибков и большинства болезней. Посмотрите мое интервью с ним на эту тему и его личное видео, знакомящее вас с этим курсом и методом. Или сразу переходите на страничку курса, кого заинтересовал данный курс. Все это, о чем я только что вам сказал, будет по ссылке в описании, вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Очень рекомендую вам посмотреть, пройти по ссылке и надеюсь, что вы не пожалеете. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все. Продолжение следует...